Всем привет! На обзоре Okitel WP9. Это тот защищенный смартфон, который действительно схож с моделью Okitel WP5 по дизайну, но внутри это совершенно другое устройство. Предлагаю сейчас с этим разобраться, а начнем, конечно же, с комплектации. Коробка ничем не отличается от десятков, сотен других моделей Okitel, если можно так выразиться. Обычная, белая, квадратненькая такая коробка. Здесь находится у нас специальный уплотнитель. Далее, все классически. Скрепочка, инструкция, еще какая-то документация от производителя. На самом деле это гарантия и руководство поиспользовать некоторых фишек. Дальше здесь идет кабель для зарядки Type-C, ну и блочок. Все по комплектации, это все, чем нас смогли порадовать компанией Okitel. И да, если говорить о дизайне, то он очень схож с предыдущими моделями, но в этом и фишка. Здесь изменился блок камер, хотя их тоже три, но теперь это три больших глаза. Как видите, они сразу вот так вот, задалека, заметны. Также здесь длинная вспышка, она рассеянный свет дает, не самый мощный, но такой приятный, мягкий рассеянный свет, который для фото в ночное время просто идеально будет подходить. Также здесь сканер отпечатков пальцев и снизу находится внешний динамик. Также здесь есть полноценное крепление для шнурка. Сам корпус, да, он увесистый, он довольно толстенький, потому что аккумулятор-то внутри на 8000 мАч. В общем, по дизайну, как вы видите, это очень-очень узнаваемое устройство, и как по мне, то выглядит оно шикарно. Уплотнение на углах для дополнительной защиты здесь тоже присутствует, это большой плюс для подобных гаджетов. Также у нас под заглушками находится Type-C разъем, сверху даже есть разъем для наушников 3,5 мм. Вот такой вот WP9. Так как это смартфон у нас защищенный, стандарт защиты здесь IP69K, то, конечно же, мы сейчас на минутку его погрузим в воду, посмотрим, что же с ним произойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, конечно же, самые приятные моменты этого смартфона, это железо. Помимо аккумулятора, который имеет емкость 8000 мАч, как я уже говорил, здесь у нас довольно интересная графическая оболочка. Здесь также процессор Helio P60, а работает смартфон на 10-ом андроиде. Работает очень быстро, ничего не подтормаживает абсолютно, процессор Helio P60 попросту этого не допускает. Кстати, в данной версии у нас 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной, что довольно неплохо. И по сравнению с WP5 Pro здесь есть ключевое отличие. Здесь уже есть модуль NFC, такая вот современная штука, я думаю, вы понимаете, которая действительно должна быть в большинстве современных устройств. Так вот, в WP9 она есть. Камер в смартфоне много, целых 3, но основная из них 16 Мп. Кстати, режимов в съемке здесь тоже немало. Есть монохромный режим, видео, фото, красота, боке, ну и, конечно же, отдельно у нас есть режим More, то есть больше. Здесь Pro режим, замедленная съемка и ночной режим. Кстати, что касается фото, фотографии здесь получаются очень четкими. Здесь хорошо работает автофокусировка. Если мы зайдем в настройки, то здесь классическая для Ocitel, для современных Ocitel менюшка, очень удобная, где все настройки прямо перед глазами. Стабилизация при съемке фото здесь присутствует. Если зайти в видео, то, к сожалению, стабилизации здесь почему-то нет, для меня непонятно. Качество видео, конечно же, Full HD. Ну и есть у нас функция подавления мерцания, которую я советую ставить автоматическую. Если основная камера у нас на 16 мегапикселей, то есть у нас еще на 2 мегапикселя макрообъектив. Он снимает с небольшого расстояния, снимает довольно четко, но это макро режим. И также есть камера для боке. Дисплей имеет диагональ 5,86 дюймов и разрешение 1560 на 720 пикселей, то есть HD+. Для этой ценовой категории возможны варианты даже с Full HD экранами, но здесь почему-то HD+. Хотя для такой небольшой диагонали его, в принципе, хватает. Не обошлось здесь без моноброви, классической для моделей, современности, скажем так. Ну а сам дисплей, если говорить о матрице, то это IPS в хорошем-хорошем исполнении. Поддерживается 5 одновременных касаний, стекло Gorilla Glass сверху у нас. И, как видите, углы обзора меняются не слишком уж и сильно. То есть яркость у нас не падает, ничего не меняется, картинка остается прежней. Ну, это очень здорово. Экран хорош, смотреть фильмы можно, использовать как навигатор можно, потому что и яркости максимально здесь действительно хватает. Ну а вообще, Oktel WP9 это очень-очень хорошая новинка 2021 года, которая действительно проливает свет на то, что если у вас WP5 или WP5 Pro, то вам все-таки стоит, я думаю, чуть-чуть переплатить и купить себе именно WP9. Потому что в том же корпусе смартфон, но намного производительнее, интереснее, с NFC, быстрее работает, для большей функциональности подойдет. В общем, WP9 это хороший среднеценовой смартфончик, очень интересный, благодаря процессору, благодаря NFC и большому объему памяти. Ну и, конечно же, как вы видели, защищенность здесь не на последнем месте. Купить модель можно по ссылочке в описании, подписывайтесь на канал и всем пока!